Реконструкция Красной площади Чебоксар близится к завершению. Ход работ находится на постоянном контроле временно исполняющего обязанности главы Чувашии. Сегодня Олег Николаев сверил планы подрядчиков и столичных властей. Подробности у Дмитрия Ковалева. Эта территория пока закрыта забором на время строительных работ. На видеокадрах, снятых квадрокоптером, уже заметны контуры национальных орнаментов. После реконструкции Красная площадь Чебоксар станет именно такой, какой ее задумали архитекторы. В проекте «Сухой фонтан», сценическая площадка над водой, музейно-выставочный центр и даже павильон советских игровых автоматов. Музейно-выставочный центр, экспозиции которого мы бы хотели привозить с разных музеев города и республики, постоянно проводить обмен. Здесь, рядом с колесом, будет. Сейчас она по факту будет чуть по-другому перестанет. Например, здесь будет песочница и кафе. Здесь хорошая детская спортивная зона. Как правило, сюда люди выходили только на большие праздничные мероприятия или выходные дни. А мы бы хотели, чтобы это стало постоянным центром притяжения. Завершается сложнейший этап работ – укладка гранитных плит. В проекте реконструкции Красной площади заложено не только благоустройство. Немало средств ушло на замену старых коммунальных сетей и ливневых стоков. Подрядчики взяли высокую планку. Работают с опережением графика. Открытие намечено на июнь. Реконструкция Красной площади крайне важна для развития туризма, отметил Олег Николаев. Республика вошла в число 22 регионов, которые получили федеральные субсидии на создание кластера «Чувашее сердце Волги». Важно, прежде всего, что это, с одной стороны, будет красиво, с другой стороны, будет современно, с третьей стороны, надежно и комфортно. Потому что современные коммуникации – это и водоотведение, и чистота, и много-много другое. Но в сентябре реконструкцию Красной площади пришлось приостановить. При подготовке котлована для будущего фонтана рабочие обнаружили захоронение прошлых веков. Находки направили на судебно-медицинскую экспертизу. Чтобы не потревожить культурно-исторические пласты, врие у главы региона поручил составить подробную археологическую карту республики. Это поможет планировать реализацию инвестиционных проектов. Такая карта у нас в ближайшее время должна появиться, потому что все муниципалитеты, насколько я помню, и органы государственной власти работают над формированием образа будущего. И мы начинаем понимать, что у нас в ближайшее время будет строиться и на каких площадках. Надо и работать в части расширения этих экспертов, прежде всего над тем, чтобы появились все-таки у нас наши чувашские эксперты, которые аккредитуются, получат соответствующие разрешения и смогут эту работу провести. Это довольно-таки весомый, сдерживающий фактор. Причем не только по объектам, так скажем, госзаказам муниципальным и федеральным, но и в том числе по застройке, жилой застройке и, соответственно, застройке инженерными сооружениями. Одним из проектов, для которого понадобится археологическая карта, станет грядущая реконструкция Чебоксарского залива. Набережная столицы региона преобразится. Задача создать комфортное место для отдыха горожан. Мы разбили, по идее, всю территорию залива на семь зон. Вот первая зона, пойдем отсюда, первая зона – это мегаплощадка. Спуск от дома правительства. Здесь сделаем еще такие спуски. И внизу будет предусмотрено резиновое покрытие с детскими спортивными элементами. Благоустроят не только набережную. В ближайших планах очищение дна залива от иловых отложений. Так будет решена одна из экологических проблем города. Дмитрий Ковалев, Павел Рядков и Андрей Спиридонов. Республика.